Приветики всем! Прогуливаясь по району, я подбираю не только бесплатные светодиодные лампочки лампочки экономки для запчастей для своих экспериментов и бесплатные кулеры все это достается мне бесплатно иногда мне попадаются вещи весьма недешевые а мне часто говорят, что проще купить и использовать, на Алибабе заказать ну так вот, кое-что что мне досталось совершенно бесплатно в руки заказывать ни на Алибабе, ни в другом интернет-магазине я точно не стану потому что стоит это жутко дорого очередной моей находкой и находкой моего сына естественно стала вот такая шикарная машина Lego Technics или Technics, я не знаю как правильно ее называть чудесный конструктор ну, изначально был чудесный конструктор, который выбросили благодаря тому, что кое-что у него поломалось но сам по себе набор таких запчастей даже по отдельности стоит жутко дорогих денег давайте я посмотрю сколько запчастей ну, точнее покажу вам от всего лишь одной машины вот такой вот досталось моему сыну и он теперь прекрасно будет конструировать свои самоделки, своих роботов и свои вечные двигатели из вот такого замечательного набора который достался ему совершенно даром ну и мне тоже интересно такой набор поразбирать и пособирать я уже нашел часть поломок их исправил и мало того этот конструктор будет интересен не только ребенку ну, то есть я не конструктор нахваливаю а нахваливаю самого себя что я вот взял и подобрал эту вещь принес, помыл и теперь сын будет играться в общем, я это дело реанимирую и выпущу, наверное, несколько роликов почему? да потому что в этом конструкторе есть самый настоящий двигатель который не напечатан на 3D принтере но полностью соблюдает компоновку клапанов и цилиндров имеет коленвал я об этом расскажу также здесь очень удобно показывать работу дифференциала между всего ну и главное, что мне понравилось в этом конструкторе, конечно, есть и амортики вот есть механизмы и коробка передач даже вот, мне понравились, конечно, электрические запчасти часть из которых, конечно же, вышла из строя я проверил вот эти двигатели с редукторами они исправны вот этот программируемый переключатель ну, я их так называю потому что он четырехпозиционный вот, он может включать-выключать двигателя и переводить блок управления в определенный режим неисправен вот этот редуктор я его еще разберу и посмотрю, что с ним произошло возможно, я не знаю правильно его конструкцию и пока что я его запустить не смог ну и основная поломка это вот в этой коробочке это одновременно и блок питания и блок управления и сегодня я займусь его ремонтом займусь его ремонтом вот я разобрал эту крышечку снял шурупчики снял корпус рассмотрел плату хорошенько прозвонил все ну и как обычно в таких конструкциях выходят из строя именно аккумуляторы то есть вот сейчас с аккумуляторов не идет напряжение на плату управления и конечно же я не могу подключать к этому блоку вот эти вот симпатичные двигатели двигатели рабочие как я уже сказал я их проверил все тут подключается через удобные вот такие вот разъемы смотрите вот прям леговские разъемы можно брать и вот так вот подключать движки к питанию кроме того подключается вот эта вот колодка управления вот этого переключателя и возможно это та же машинка с радиоуправлением только я не обнаружил здесь никакой антенны это надо почитать пока что я просто показываю вам то что я нашел совершенно бесплатно для себя любимого и чем я буду развлекаться на этом первый ролик я заканчиваю то есть я похвастался похвастался да показал что я не только лампочки подбираю на помойке еще вот такие дорогие вещи ну а дальше будут ролики восстановления этого блока питания работа межосевого дифференциала и принципиальная работа поршневого двигателя и его коленвала на этом этот ролик я заканчиваю остальные смотрите позже